Посмотри скорее, видно. На этих кадрах четырехлетней давности Филиппу Романову всего 14 лет. Мальчик следил за прохождением Венеры по солнечному диску при помощи телескопа. Подарка дедушке. Уроженец поселка Ливадии Приморского края Филипп изучал астрономию самостоятельно. По учебникам и календарям писал отчеты в районную газету. Сейчас у него с астрономией все серьезно. Переехал в Королев и поступил в колледж космического машиностроения. И вот, спустя четыре года на это Рождество Филипп открыл новую звезду. Имя ей присвоено было НСВС 3246176. Это первое открытие мной переменной звезды. Я надеюсь, что это открытие стало первым в череде будущих моих астрономических открытий. Звезду в созвездии Лебедя он обнаружил в процессе изучения архивов. Ее уже внесли в международный реестр. К сожалению, связаться по скайпу с первооткрывателем не удалось. Филипп не скрывает. Его семья живет скромно. Поэтому веб-камеры у него попросту нет. Однако никакие финансовые трудности не мешают ему менять мир вокруг. В декабре заслуги Приморса в области популяризации науки отметил глава Московской области. И свою первую премию 60 тысяч рублей. Филипп потратил на дело. Приобрел новое оборудование. Однако, безо всякой специальной техники, настоящим астрономом в эти выходные может стать любой. Над нашей планетой пролетит комета Каталина, известная как Рождественская. Уже 17 января она достигнет минимального расстояния к Земле. И во второй половине ночи, если не будет облаков, Приморцы смогут разглядеть ее даже в бинокль. Анастасия Ярошенко, Максим Малыгин и Наганчарова. Панорама. Продолжение следует.